Добрый день! Сегодня я хочу рассказать о двух лианах. О девичьем винограде и древогубце круглолистном. Наверное, единственное, что объединяет эти растения, так это их жизненная форма. Лиана. Больше совпадений почти нет. Их естественный ареал находится на разных континентах. Одно растение однодомное, другое двухдомное. Они по-разному цепляются к опоре. У них разные листва. Даже осенняя окраска диаметрально противоположная. Однако, несмотря на свои различия, обе эти лианы подходят для живой изгороди. Для декорирования беседок, арок, террас, балконов или просто фонарных столбов. А сочетая древогубец и виноград, вы получите незабываемую картинку. Почему я остановилась именно на древогубце круглолистном и девичьем винограде? Я основывалась на десяти критериях. Они привлекательно выглядят с начала лета до середины осени. Обильно разрастаются по опоре, обеспечивая плотный зеленый занавес. Не боятся нашего капризного климата. Могут расти на любой почве. Довольствуются даже крохотными клочками земли. Растут почти при любом освещении. Практически не подвержены болезням и вредителям. Большая скорость роста по 2-3 метра в год. Легко размножаются. Недорогой посадочный материал. Самая дешевая изгородь – это изгородь из древогубца и девичьего винограда. Ну а теперь, с вашего позволения, более подробно о каждом видео. Никогда не задумывались, почему девичий виноград называют девичьим? Этого есть простое объяснение. Цветы растения не нуждаются в оплодоварении пыльцой для образования семян. Именно по причине такого непорочного зачатия лиане присвоили название девственной плющ. В культуру это растение вошло еще в 17 веке. Его активно использовали для вертикального озеленения. Сегодня эту лиану можно встретить во всех уголках земного шара. Хотя родом она из Северной Америки. Несмотря на то, что портеноцисус может расти в тенистых участках, тем не менее, чтобы он раскрылся со всех сторон, ему нужно солнечное место. Именно на солнечных участках вы быстро получите желаемый эффект. И только при достаточном освещении вы сможете полюбоваться осенняя окраска этого растения. В тени и полутени осенняя окраска гораздо более тусклая. Так, многие садоводы жалуются на растущие у дома лианы. Они настолько быстро разрастаются, что закрывают окна, проникают под крышу и водосточные трубы. Или есть еще одна претензия. Портеноцисус весной достаточно поздно просыпается. Примерно в те же сроки, что и метельчатая гортензия. И почти до середины мая, опять же, это по северо-западу, вы созерцаете голые плети. Но если подумать, эти недостатки не такие уж недостатки. Разве в нашем с вами климате быстрый рост можно считать недостатком? Пошу уж лучше мы сто раз обрежем. Сильно обнаглевшее растение, нежели годами будем ждать, пока фасад нашего дома затянется зеленью. Поздно просыпается? Отлично. Эта способность спасает его от возвратных заморозков. Не нужно переживать, что померзнут почки или молодые листочки. Ну и заканчивая рассказ о девичьей винограде, нельзя не сказать о его сортах. Наиболее известные – энгельмани. Сорт с более мелкими листьями и способностями приклеиваться усиками к опору. Или мурору. Сорт с усиками, имеющий многочисленное разветвление с утолщенными присосками, позволяющие растению прикрепляться к отвесной гладкой поверхности. Из-за большой побега образовательной способности этот сорт гуще и равномерно закроет ваш забор или стену. Ну и зимний рисунок будет намного более эффектным. Есть сорт с крупными листьями. Это троки. Или еллоу волк, который осенью не краснеет, а желтеет. Ну и, конечно, пестролистная форма. Варигата. Медленный рост компенсируется красивым рисунком на листе. Следующая лиана родом с приморского края. Это древогубец круглолистный. Быстрый рост и зимостойкость делают этот вид крайне привлекательным для садоводов. Однако не все так просто с древогубцем. Вслушайтесь в название этого растения. Древогубец. Звучит немного устрашающе. А все дело в том, что эти древовидные лианы, взбираясь по стволам деревьев, оплетают крону. Настолько, что растение, лишившись света, неизбежно умирает. Плюс некоторые виды пронизывают ствол дерева небольшими шипами, что также приводит к гибели растения. Хотя, если посмотреть со стороны, то древогубец, нависающий над кроной, смотрится очень эффектно. Чем-то напоминает кусочек фантастического пейзажа. Но вас не должна пугать эта особенность. Просто нужно время от времени пресекать любые попытки заключить в объятия вашу любимую яблоньку, клен, ясень или любое другое благородное растение. А еще лучше выдержать дистанцию. И никаких проблем не будет. Зато, если вам нужно задекорировать стену, забор или засохшее дерево, то лучшее растение найти сложно. Второе название древогубца – это краснопузырник. Из-за ярко окрашенных плодов – красные, оранжевые, желтые, особенно эффектные осенью на фоне желтеющей листвы. Однако, если вы хотите любоваться плодами древогубца, нужно помнить, что это двухдомное растение. Нужны как мужские, так и женские экземпляры. Осенью его плоды, как и плоды девичьего винограда, служат дополнительным кормом для птиц и украшением вашего участка. Вообще, про лианы, а тем более про эти, можно говорить до бесконечности. Можно рассказать о том, как наш дальневосточный абориген, древогубец, попав на семероамериканский континент, настолько хорошо себя почувствовал, что стал вытеснять природные виды. И до сих пор непонятно, как с ним бороться. Или про девичий виноград у главного здания лесотехнической академии, который видел не одно поколение студентов. А также про контейнерное озеленение с помощью этих двух лиан. Там много еще, что можно рассказать. Но я просто предлагаю вам посмотреть на эти растения в ландшафте. Может быть, именно такой лианы вам не хватает. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся. До скорых встреч.